Квартиры сиротов смогут покупать сами регион. Скоро начнет выдачу жилищных сертификатов. Эту идею краевые депутаты одобрили единогласно. Закон принят. Но он рамочный, то есть ключевые детали появятся в постановлении правительства края. Приблизительный номинал сертификата уже известен. Миллион триста двадцать пять тысяч рублей. Причем сумма в сертификате одна для всей территории края. Сироте дадут миллион триста. Живе он хоть в Горняке, хоть в Барнауле, зато купить жилплощадь он сможет в любой точке региона. Раньше все было не так просто. А здесь будет возможность добавить свои деньги. Это могут быть как личные сбережения, как заемные средства, так и средства материнского капитала. Поэтому я думаю, что можно будет уже купить жилье не 33 квадратных метра, а жилье гораздо больше. При этом местные законодатели идут с опережением. Их думские коллеги такой закон пока не приняли, хотя проблема стоит остро для всей страны. Согласно данным счетной палаты, сироты, которые имеют право получать квартиру, появляются быстрее, чем государство успевает квартиры давать. А накопленная задолженность федерации составляет уже без малого 200 тысяч квартир. Как видно, проблемы накопились. Прежде для ведомства, которое занималось закупкой, было выставлено слишком много критериев. В какое-то время за основу брали не рыночную цену, а статистическую. На такие деньги и хороших квартир площадью не меньше 33 квадратов не купишь. А чтобы застройщики не спекулировали и не строили слишком плохие дома для детей-сирот, жилуправлению запретили выкупать больше четверти дома. Из-за такого количества часто противоречивых критериев чиновники даже не успевали осваивать деньги, как случилось в прошлом году. В сентябре доводят деньги в размере 700 миллионов для их освоения на приобретение квартир. Процедура конкурсная составляет полтора месяца, 45 дней. Само собой, за такой короткий срок освоить эти деньги крайне сложно. Соответственно, я так понимаю, что мы автоматически попали в эти так называемые антирейтинги. Чтобы теперь не попадать в антирейтинги, как уверены застройщики, нужно менять подход. Ведь параллельно с выдачей сертификатов будут продолжать закупать квартиры, а та жилплощадь, что нужна жилуправлению для передачи сиротам, самая ходовая. Для того, чтобы квартиры 28-32 квадратных метра в 2023 году на торгах появились, надо сегодня проводить совещание и застройщикам гарантировать, что вот эта проектная целевая адресная по рыночной цене, она у них выкупит. То есть это вопрос политики, ей надо заниматься. Соответственно, если сегодня в 2021 году квартир каких-то не хватает, значит в 2019 году, ну то есть два года цикла строительства дома, значит надо было в 2019 году проводить совещание. Кстати, основная часть застройщиков вообще не захотела с нами общаться. Тем не менее, проблем в сфере много. Сергей Войтю, глава Краевого исполкома Народного фронта, главной проблемой называет все-таки нехватку денег, недофинансирования. А уже следом идет нехватка жилья, подходящего критериям. И еще одна беда – формирование так называемого социального иждивенчества. Речь о детях, которые находятся на опекунстве у близких родственников. То есть им и так есть где жить. Как бы мы здесь не породили серьезные ситуации, связанные с социальным иждивенчеством, когда мы, условно говоря, ведем осознанный отказ зачастую от ребенка, то есть дальше он берется под опеку бабушкой, дедушкой, близким родственникам, и потом в дальнейшем претендует. Помимо того, что месячные выплаты идут, то есть на опеку еще и претензия на получение жилья от государства. Это может быть несправедливо по отношению к сиротам, у которых нет вообще никакой родник. Слово, принятый закон должен дать плоды, то есть сертификаты уже в этом году. Но сначала их будут получать те, кому выдано соответствующее заключение суда еще до 2019 года. Срок годности сертификата – один год. Далее потребуется продление. В этом году власти выделяют на эти цели первые 220 миллионов. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Николай Шилко. День с толком.